Друзья, всем привет! Вы слушает SD-Cast, 96-й выпуск, на дворе декабрь 2018 года. С вами в этой виртуальной студии, как обычно, я, Кайз Аймен. И сегодня у меня в гостях Юрий Шабалин, ведущий архитектор компании Swordfish Security. Юр, привет! Всем привет! Ну что, по традиции, расскажи немножко про себя, вообще, как давно и чем ты занимаешься. Ну, как ты меня уже представил, да, меня зовут Юра. Я занимаюсь, я на данный момент, тем, что мы консультируем компании, как правильно построить процесс безопасной разработки, как внедрить его в существующий процесс, да, как сделать это максимально безболезненно для разработки, чтобы все остались довольны, да, чтобы безопасники могли спокойно делать свою работу и не мешать при этом разработчикам разрабатывать их продукт и делать нужные полезные бизнес-фичи. Ну, круто, да, об этом мы как раз, собственно, это основная идея, тема нашей сегодняшней с тобой беседы, так предположить. Но вначале расскажи, а вообще, как ты пришел вот к этому? То есть, ну, обычно там люди там в программировании, не знаю, там, знаешь, с детства там был компьютер еще там на МК, в каком-нибудь там калькуляторах, а вот как ты попал в этот айтишный мир? Ну, у меня все, на самом деле, достаточно прозаичнее. Да, то есть, когда я учился, были уже нормальные компьютеры, более продвинутые даже появились первые смартфоны, поэтому как бы все достаточно весело и прозаично. Я учился в МИИ, Московский энергетический институт. В принципе, когда пришло время выбирать диплом, то есть, тема для дипломной работы, единственная, в принципе, адекватная тема, да, которая хоть как-то была мне интересна, была компьютерная безопасность. Я пришел к преподавателю, спросил, что как есть, какие варианты, про что можно писать. И написал диплом, то есть, ну, у меня, там, научник мой выдал тему, вот, я, соответственно, писал про атаку на связанных ключах применительно к крипто-алгоритму. Меня это достаточно сильно зацепило, то есть, мне это очень понравилось вообще, в принципе, погружение в мир крипты и, как бы, безопасность достаточно, там, плотно все это прочитал, там, ручками попробовал сделать какие-то преобразования, шифры, там, простенькие, да, с небольшой длиной ключей, но ты именно на бумажке, когда ты шифруешь одним ключом, расшифровываешь другим и получаешь тот же самый текст, да, согласно просто каким-то математическим законам, для меня это было просто какой-то магией, честно говоря. Вот, это меня сейчас не сильно зацепило, я понял, что это интересно, и начал искать, какие же компании у нас есть на рынке информационной безопасности, куда можно пойти, там, не знаю, стажироваться, работать, да. На тот момент это был конец, то есть, четвертый курс, да, я получал диплом бакалавра, вот, и где-то, наверное, с половины четвертого курса я нашел компанию, которая поверила в меня и приютила, это была компания Positive Technologies. Ну, известно, известно, кстати говоря, да, некогда там был Сергей Белов, вот тоже он, кстати, приходил, кажется, у меня в гостях, так что, в спорный случай, передадим ему привет. Привет, Серега. Вот, на самом деле, достаточно много людей, да, там, очень сильных специалистов, выходцы из этой компании, вот, я ей очень благодарен за то, что надо ломать, там, очень такой сильный базис и хороший старт. Слушай, а мне вот интересно, ну, вот, как-то в институте обычно там, в принципе, ну, то есть, ты как-то сразу на что-то таком математике, то есть, во-первых, чтобы заниматься там такой вот криптоключами, впрочем, нужен неплохой математический аппарат, да, потому что вот там, если ты там особо в этом деле не сечешь, то как бы сложно понять всю вот эту механику процессов, вот, ну, и плюс, как бы, если там мы, да что у тебя было за специальность, там же тоже есть всякие программистки, почему у тебя как-то вот там программирование как-то так, ну, типичный кейс, да? Нет, слушай, у меня, да, я понимаю, но, во-первых, для того, чтобы заниматься там достаточно простыми, ну, изучение простых криптолгоритмов, да, там достаточно стандартных пониманий их принципа работы, тебе особо как бы какого-то там мехмата МГУ, да, не нужно, то есть, понятное дело, что это как бы все сложно, все такое, да, но как бы для базового понимания, что как работает, да, достаточно там тех курсов, которые у нас были, то есть там матан, матан и прочее. Да, понятно, да. Матан, линейка, да, и прочие вещи. Вот. У меня кафедра была УИ, управление информацией в технических системах, вот, я тебе скажу так, что программирования у нас особо не было, поэтому, да, я должен был заниматься всякими, по идее, когда выпустился с кафедры, должен был заниматься всякими автоматизированными системами, пидрегуляторами и прочее, прочее, вот, но как-то к середине обучения я понял, что меня это не очень привлекает, да, и поэтому пошло в безопасность. Ну, круто, круто, на самом деле, да, тема интересная, давай поговорим про то, чем ты там занимаешь сейчас, ты даже, в общем-то, даже выступаешь на разных конференциях, вот, недавно, там, на DevOps, собственно, мы с тобой познакомились, да, на DevOps-конф, который бывший там root-конф, который осенью проходил, вот. Давай вот, коли, так сказать, уже закинулась удочка про то, что интеграцию безопасности в разработку, да, вот, хочется, знаешь, как-то попробовать, вот, взять там в жизни цикл какого-то, там, продукта невозвратичного, вот, все его стадии, там, начиная от планирования, там, появления какой-то бизнес-идеи, да, и заканчивая, так сказать, уже, там, поддержкой, да, вот, вот, последняя стадия. Вот, как бы, какая, какова роль, вот, безопасности, и на каких стадиях, как ее можно применять, да, то есть, ну, мы не говорим сейчас про какой-нибудь, там, не знаю, калькулятор, условно говоря, который, там, в оффлайне где-то работает, да, мы говорим, понятное дело, про какие-то, там, информационные системы, там, в интернете, либо просто, которые, там, посети какие-то комплексные, взаимодействуют, да, я так понимаю, здесь примерно подход по большому счету один, главное, где есть какой-то доступ извне, соответственно, ну, тем самым больше, там, каких-нибудь, там, векторов атаки, как модно говорить, я даже, видишь, такие термины знаю, правильные. Вот, давай попробуем вот это все, все как-то обсудить, ну, вначале, вот, в принципе, чтобы так, как-то задать немножко такой вектор, вот, насколько сейчас вообще важна тема безопасности, вот, она, мне кажется, в последнее время стала, наоборот, добирать обороты, такие достаточно, и раньше как-то и меньше придавали значения. Да, вот ты, со своей стороны, что думаешь про это? Ну, смотри, во-первых, я пойду по порядку, да, я был такой длинный... Да-да-да, я как всегда... Длинный пост, да, в мою сторону, поэтому я начну отвечать с того, что я запомнил. Для начала не обязательно внешние системы, то есть, те, которые доступны извне, да, возможно, внутренние системы и любые другие, тот же самый работающий калькулятор в оффлайне, да, все зависит от модели угроз конкретной компании, то есть, в которой нужно построить процесс, да, в который нужно внедрить там процесс безопасной заработки или сделать там приложение чуть более защищеннее, защищеннее, чем они есть. Для начала нужно понимать, от кого ты защищаешься, да, какие у тебя угрозы, потому что, ну, например, некоторые компании, да, с которыми там мы работали, с которыми я работал, они говорят, что для нас репутационные риски не важны. То есть, мы настолько крутые или нам настолько пофигу, что нам как бы не важно, да, на репутационные риски. Ну, окей, да. Репутационные риски – это что такое, если так в двух словах? Репутационные риски – это, например, когда, ну, классический пример, обнаруживается какая-то там уязвимость, которая не фиксится, либо никто не обращает на нее внимание из сотрудников, хотя там о них кто-то сообщал, да, и человек пишет статью на хабре. Это разлетается по интернету, это разлетается по СМИ. Ну, что вот такая компания, у нее есть продукты, они их выничали, да? Ну, условно говоря, да. То есть, у них есть там уязвимость, из которой можно слить данные клиентов. Обычно в СМИ это приукрашивается в несколько раз, подается немножко по другим соусам и создается ощущение, что из-за какой-нибудь там небольшой уязвимости, да, там чуть ли не весь бизнес можно порушить. Ага. Ну, у нас СМИ любят как бы… Ну, да, СМИ это… Давать уязвимостям различные имена, да, как бы как-нибудь их называть и потом пугать весь мир. Но не о том, да, то есть получается, что это там раздувается какой-то информационный повод, да, естественно, компания терпит определенные либо убытки, либо какие-то не совсем хорошие для себя последствия, а может быть и хорошие, да, то, что там черный пиар – это тоже пиар, как говорится. Ну, да, всякое бывает. Соответственно, да, имя компании так или иначе произносится в негативном свете определенное количество времени. Это, условно говоря, репутационный риск, то есть риск по репутации компании из-за наличия там некачественного ПО, условно говоря. Вот, соответственно, это там один из вариантов, да, если у тебя как бы рассматривает ли компания или не рассматривает внутреннего злоумышленника, да, то есть человек, который изнутри пытается что-то сделать, то есть это не, ну, в том числе инсайдеры, да, либо просто какие-то злоумышленники, которые проникли во внутреннюю сеть, либо сотрудники компании, то есть это вот как бы там внутренний нарушитель, да. Если мы рассматриваем этот вектор угроз, да, включаем ее в нашу модель нарушителя, это одно дело. Если не включаем, говорим, что мы полностью доверяем нашим системам, которые внутри, мы полностью доверяем нашим сотрудникам, окей, значит там внутренние системы будут рассматриваться во втором приоритете. Да, но, естественно, важнее всего обычно это внешний нарушитель, которого тоже можно разделить там на несколько возможных поднарушителей, скажем так. Ну, классов каких-то таких. Ну, классов, да. Авторизованный пользователь, да, авторизованный нарушитель, то есть у которого есть учетная запись в системе, да, там в каком-нибудь банке, который хочет сделать какую-нибудь нехорошую вещь. И, соответственно, неавторизованный пользователь, который никак не связан с организацией, который есть, условно говоря, просто ссылка на сайт. Да, вот как бы мы сейчас обрисовали такую очень простую на трех пальцах модель нарушителя. На основании этой модели нарушителя строится модель угроз, да, то есть первое это было от кого мы защищаемся, сейчас это от чего мы защищаемся, да, то есть от каких потенциальных угроз там. Ну, если так же просто совсем все применять, это кража денег, например, да, это там утечка персональных данных, это, не знаю, какие-нибудь отказы в обслуживании, да, то есть время простое и так далее, и так далее. Это все может строиться, на самом деле, у каждой компании по-своему, у каких-то это строится на базе всяких KPI-ов, да, у кого-то это строится на рисковой модели, если есть риск культуры в компании, вот, а кто-то на это дело просто забивает, как бы, и не парится. Случаи всякие разные. Вот, естественно, мы понимаем теперь, от кого мы защищаемся, да, понимаем, как защищаемся. То есть в идеале модель нарушителя, модель угроза – это такая основополагающая штука. Дальше, да, ты спросил сразу про, как все это встроить. Ну, собственно, да, вот смотри, вот окей, да. Мы, значит… Цикл разработки и прочее. Да-да-да, смотри, если вот, значит, черпится, как бы так обобщить, соответственно, да, мы понимаем, что, так сказать, в чем у нас там бизнес, в чем у нас там наш бизнес-вэйл, условно говоря, да, там наша значимость, вот. И отсюда у нас мы строим вот ту самую модель там угроз, да, модель там тех, кто и что все же для нас имеет значение. Окей, вот мы это установили, там поняли, что это там важно, там, не знаю, защищать персональные данные, допустим, там, не знаю, чтобы нас не задедосили, еще что-нибудь. Окей, теперь вот, так сказать, если спускаемся ниже, но, соответственно, у нас есть там какой-то процесс разработки. Процесс разработки обычно это, что это там постановка задачи какая-то там от бизнеса приходит, там, не знаю, добавить новую фичу. Или там, если продукт с нуля разрабатывается, ну, очевидно, это тоже, как бы, если мы его там декомпозируем на какие-то простейшие задачи, в конечном итоге цена там сводится к тому, что какая-то новая фича, которая должна появиться, вот она там должна дальше, значит, архитектуру продуматься, реализоваться в коде в каком-то виде, да, значит, пройти какое-то тестирование, и потом в итоге попасть в продакшн, где, собственно, уже будет доступно конечным потребителям, да, то есть, уже работать. Вот давай теперь, как бы, обсудим, как дальше, так сказать, вот модель угроз мы установили, как теперь все это замапить на эти процессы, на вот эти этапы, и что здесь может быть. Ты еще вначале важно сказал, что, видишь, надо стараться сделать так, чтобы там, ну, привычный там разработчику процесс сильно не менялся, то есть, как бы, чтобы там security не досаждало, да, вот как там, вот это тоже интересный момент, давай, вот по порядочку попробуем. Да, смотри, во-первых, как бы процесс разработки, да, сейчас все стараются прийти в, там, больше к agile, DevOps, там, ускорение разработки, fail fast и прочие-прочие прекрасные вещи, то есть, релизимся чаще, выпускаем фичи чаще, автоматизируем процесс, да, и, как бы, максимально абстрагируемся, условно говоря, там, от людей, да, от человеческого фактора. Это все супер, но до недавнего времени, да, безопасность, она немножко отставала от скорости разработки, скорость того, как менялась разработка в течение времени и перехода вот к этому, к этой парадигме DevOps, да, и, там, исторически так сложилось, что безопасность все воспринимают как некий такой контролирующий орган, который говорит, что, а вот нет, вы, там, не пойдете в промп, пока мы вам что-нибудь не согласуем. Ну, да, да, я согласен, есть такая... И выступает только, да, да, как карающий орган просто такой, как бы. Да. Дядя с усами, да, который не понимает ничего в разработке и хочет, там, чтобы ему прислали какую-нибудь, там, бумажку на согласование. Угу. Вот. Ну, слава богу, сейчас уже все отходят от этой парадигмы, да, и стараются бежать так же вместе с разработкой. Окей, давай ближе к телу тогда. Все эти философствования, я могу еще долго очень... Не, но без них тоже нельзя. Да. Смотри, можно разделить на несколько... Разработку, там, условно говоря, на несколько этапов. Первое – это выставление некоторых требований, ТЗ, задач, да, назовем их так. Угу. А второе – это, собственно, непосредственно разработка, которая включает в себя написание кода, написание тестов, да, автотестов, написание каких-нибудь... Подключение всяких разных open source библиотек, да, тестирование, там, стабилизация. Дальше, когда у нас есть, когда у нас есть какой-то готовый билд, да, мы ставим его на, там, на стенд, разворачиваем все это автоматически, все прекрасно. Дальше проходят какие-то автотесты, да, после того, как мы, там, или интеграционно, нагрузочно ему удостоверяемся, что у нас приложение работает хорошо, вступает в дело ручной QA, да, который, там, проверяет всякие функциональные штуки, сложные, там, тест-кейсы, которые нельзя автоматизировать. Дальше, там, словно говоря, какое-то то же самое проходит на пре-проде, и все это выкатывается в прод. Вот на всех жизненных этапах программного обеспечения должна участвовать безопасность, да, и стараться делать это максимально быстро и максимально удобно. Именно для разработки, потому что, собственно, разработчики – это те, те, кто приносит основной вэрию в компанию, да, те, кто разрабатывает новые фичи и фиксят баги, с которыми пользователям сложно жить. Поэтому, давай я, наверное, начну, давай я буду, наверное, рассказывать, там, для безопасности, наверное, да, то есть, как это можно правильно сделать. Ну да, да, вот мы уже этап осветили, вот как раз здесь по порядку попробуем пойти, да, как их внедрять. То есть, во-первых, требования, да, очень многие компании, в которых, с которыми, там, мне представила возможность работать, мы проводим перед тем, как, значит, дать какие-то рекомендации по процессу, да, мы сначала изучаем процесс, как он устроен, и процессы разработки, и процесс внутри безопасности. И одним из первых вопросов у нас, ребята, вы говорите, что у вас есть там требования, покажите нам их, пожалуйста. Нередки случаи, когда все говорят, да-да-да, сейчас, сейчас вот у меня где-то тот файлик лежал. Бумажка потерялась. Где-то, где-то, да, где-то на общей шаре лежал, и там, только давайте я найду, я вам скину. И там через пару дней, условно говоря, приходит бумажка с требованиями, которые были написаны достаточно давно, или даже, может быть, недавно, но их там огромное количество, и к каждому там релизу, и к каждой фиче, да, прикладывается этот вот там документ на 20 страниц на 300 требований. Естественно, что там, как бы, разработчики на него посмотрят, дай бог, и, как бы, забьют, потому что, господи, все равно никто это не будет проверять. Или даже если будет, то они физически, никто не сможет проверить все 300 требований. Поэтому первый, самый главный совет, да, как бы, бумажки, это хорошо, они нужны, вот, но требования нужно предоставлять в том виде, в котором они понятны, разработки, да, и в том виде, в котором их можно проверить потом. И нужно все-таки адаптировать требования под разрабатываемое приложение, потому что, ну, достаточно глупо там предъявлять одинаковые требования там к разрабатываемому фронту мобильного приложения, да, то есть там приложению на iOS, на Android, клиентской части, и там приложению, не знаю, веб-сервису на какого-нибудь там, на какой-нибудь гошечке, да, это два абсолютно разных приложения, у них два, две абсолютно разные, абсолютно разных назначения, и, соответственно, требовать от них какую-то там безопасность, да, нужно, соответственно, также разные. По-разному, да. Да. И, то есть, тут дальше два варианта, да, если у нас приложение напишется с нуля, то мы можем выкатить соответствующие требования, да, в зависимости от того функционала. То есть, если это веб-приложение, и оно осуществляет, там, не знаю, есть возможность загрузки файлов, там, взаимодействие с пользователем, какие-нибудь там, диалоги, в зависимости от технологии, на которой она написана, да, мы можем предъявить им определенный пакет требований. То есть, делается на самом деле очень просто. Там, если кто-то любит документы, да, можно сделать, там, не знаю, опросничек в Excel, на который, там, разработчики, архитектора, системы ответят, и смогут, и безопасники на основании этого опросничка смогут выставить требования, да, либо, как мне очень нравится, ребята из Яндекса сделали просто там офигительную штуку, у них там, архитектор, да, или там, PM, или разработчик, кто-то разрабатывает, он проходит небольшой опросник онлайн, то есть, у них такой там сайтик-робот, да, условно говоря, он отвечает на определенное количество вопросов, про систему, либо про разрабатываемую дорабатываемую фичу, и в конце у него такой списочек требований, что ему нужно учесть при разработке этой фичи, или при разработке этой системы, вот, это очень удобно, очень клево. Слушай, а вот просто, ну, приведи какие-то примеры требования, я понимаю, когда там пишут, ну, даже если с нуля там требования, ну, не знаю, вот там калькулятор там должен вводить, там, не знаю, позволять вводить числа, да, выдавать там результаты, это перемножение, умножение, условно говоря, а вот с точки зрения безопасности какого-то рода там требования, ну, что там пароль должен шифроваться, или там храниться в зашифрованном виде, вот, как бы, какие требования, или вот как это сформулировать, то есть тут же с одной стороны, можно сказать просто приложение должно быть безопасным, да, вот если человек не сведущий как бы в этой теме вообще, он скажет, так, ну, да, приложение должно быть безопасным, вот одна фраза, и вроде как бы, понимаешь, вроде бы и написал, а в то же время ни о чем, потому что, ну, безопасность, надо как-то ее формализовать, да, что же, какие именно, так сказать, с какой стороны ты безопасный. Да, ну, смотри, просто если ты напишешь как бы одной фразой, что там, подожди, например, безопасно, да, то нету критериев, по которым ты можешь проверить, как бы, выполняется ли в принципе требование или нет, да, то есть, как бы, найдена там исколь инъекция, это считается там безопасным приложением или нет, ответство узнает, как бы, может и считается, а может быть и нет, да, поэтому требования должны быть детализированы настолько, чтобы их было удобно проверять, и чтобы разработчик, понимал, что от него требуют, да, то есть, это могут быть как там общие требования с там детально прописанными, например, в описании, да, либо это может быть там несколько детальных требований, ну, например, там, да, приложение, там, возьмем приложение на Java, условно говоря, да, какое-нибудь, в котором там требование, да, приложение, не должно содержать исколь инъекций, и, соответственно, в описании требования, да, у тебя написано, что нужно сделать, чтобы это требование выполнить, то есть, должны использоваться prepared statement, при формировании SQL-запроса с пользовательскими данными, нужно, необходимо фильтровать все данные, поступающие от пользователя на спецсимволы, такие-то, 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 да, необходимы там дальше, не знаю, какие-то еще пункты следующие, да, то есть, то, что можно проверить, и то, чтобы было понятно, как это проверить, и чтобы разработчику, главное, было понятно, что от него, в принципе, требуется, то есть, ага, тут просто, понимаешь, что мне делать, как ты сказал, тут уже мало того, что выкатывается требование, тут уже даже, по сути, выкатывается то, что же конкретно нужно сделать, то есть, как бы, ну, слушай, ну, понятно, это на самом деле, в том числе, покрывает еще одну замечательную вещь, такую, как awareness и обучение, да, да, вот я как раз в эту тему, разработчики, да, допускают, как бы, ну, ошибки связаны, которые приводят, приводят к появлению уязвимости, да, по той причине, что они, как бы, мыслят, как разработчики, да, и как, в принципе, они и должны мыслить, а не как, там, с точки зрения злоумышленника или безопасника, да, то есть, просто по незнанию, да, того, что же может придумать злоумышленник, что он может сделать, да, с обычным, там, вроде бы, полем ввода, чтобы... Ну да. Да, приложение работало не так, как оно для этого предназначено. Как раз-таки, вот эти требования, да, это, условно, первый шаг к аварнесу, да, потому что в любом случае, в хорошем случае, в правильном процессе, эти требования будут впоследствии проверяться различными способами, да, там, статическим анализом, динамическим анализом, там, какими-то периодическими пентестами и так далее. То есть, так как это все будет проверяться и заработчику потом будут, придется это фиксить, да, если он будет знать, как это фиксить, если он будет изначально знать, что вот в требованиях написано так и так, это такой первый шаг к аварнес-программе. Вот, соответственно, как эти требования можно, условно говоря, там, хранить, да, как ими можно манипулировать. как витрина данных, в принципе, может служить конфлюенс, да, там, либо какая-нибудь вики-система. любая, да, любая система такая, да, достаточно распространенная штука. Дальше, для требований, там, для уже конкретного маппинга требований на приложение может использоваться дефект трекер, абсолютно так же, да, то есть это Jira, либо там Bugzilla, либо GitLab, вот, то есть, ну, то, что удобно, но обычно, как бы мы у себя используем Jira. У вас, по сути, в тикете, условно говоря, есть там поле, которое говорит, что вот невыполнение вот этого требования, да, или как? Ну, что-то типа того. Ну, у нас, условно говоря, можно делать по-разному, да, один из подходов, это ты заводишь, ну, у нас это делается автоматически, ты заводишь определенные один тикет, одно требование, то есть, summary, да, у тебя то, что там приложение не должно содержать там, сколь инъекций, а в description у тебя, соответственно, описание того, что я приводил ранее. Ну, да, и ты, соответственно, вот у тебя как бы есть одна система, две системы, три системы, четыре системы, это, например, там, не знаю, компоненты или эпики, и на них мапятся соответствующие требования, которые ты выдираешь из общего скоупа из своей вот витрины данных в конфлюенсе. У тебя получается, то есть, общий список требований, которые у тебя есть вообще везде, это вот он лежит на конфлюенсе, рядышком здесь же на конфлюенсе лежит вторая часть аварности программы, это там гайдлайны по безопасной разработке, да, которые говорят тебе, как правильно писать, как правильно использовать там prepared statement или как правильно хранить данные на андроиде, на IOS, да, если нужно что-то локально хранить. Эти требования ссылаются на гайдлайны, гайдлайны, соответственно, языком доступным, понятным, русским, английским описывают, что именно, и как именно конкретно нужно делать, и почему нужно делать так. И вот из этой витрины данных из общего списка ты заводишь на соответствующую систему только те требования, которые необходимы вот ей. Да, так как разработчики пользуются тем же самым дефект-трекингом, да, у тебя ты также можешь проставлять там версии, релизы, фичи. Ну, понятно, да, оно интегрировано как бы в общую такую среду. Интегрировано, да, в общую среду, то есть уже мы отвязываем безопасность от там поставления бумажек, да, и привязываем его к экосистеме разработки. Ну, это такое, как бы прям мега отличный и удобный, мега отличная и удобная вещь, особенно если у тебя есть какой-то там вспомогательный инструмент, который автоматизирует за тебя заведение вот этих задачек. Вот, это может быть что-то самописное, да, либо что-то приобретенное. как первый шаг, да, это просто там высылать на разработку, да, документ с детальным описанием требований и только тех требований, которые применим к их инструменту, к их приложению в смысле. это вот шаг именно требований. Дальше у нас идет шаг к разработке. Здесь есть, здесь наступают самые первые грабли, на которые обычно наступают очень большое количество компаний в плане безопасности. с чего как бы что на слуху, да, что многие понимают под безопасной разработкой, да, безопасная разработка это SAST, все как бы нужен инструмент статического анализа, тогда у нас будет безопасная разработка, окей, отлично, то есть мы изначально начинаем двигаться от того, что нам нужен инструмент. Дальше проводятся пилоты, там всякие закупки, да, согласования бесконечные, покупается инструмент какой-то, может быть даже хороший, и под этот инструмент начинается, начинает пилиться процесс, то есть инструмент у нас умеет так и не умеет вот так, поэтому вот мы процесс построим вот таким вот способом, то есть пляски начинаются от инструмента, да, и от того, что он умеет, а не от того, как устроен процесс разработки и как было бы хорошо в него встроиться. Это такая отдельная боль, да, которая, когда ты приходишь к клиенту, у него куплен инструмент, который ну вообще никак не подходит к его процессу разработки, да, но вот он хороший, да, уже денежки заплачено, жалко же его так взять-то выгласить. Да-да-да, посоветовали, там, не знаю, протестировали, пропилотировали, продукт, не знаю, понравился, не понравился, стоит там меньше, больше, ну не суть, короче, выбрали, купили, и дальше ты начинаешь писать какие-то костыли, делать какие-то, пытаться сделать какие-то обвязки, чтобы хоть как-то его вкрячить в существующий процесс. В итоге получается такой монстр, обложенный там Python-скриптами, чтобы он хоть как-то работал. Как же правильно? Так делать не нужно. Нужно безопасности, нужно прийти к разработке, вместе подумать, как все это дело правильно внедрить, какой инструментарий после этой разработки, да, то есть какие системы сборки, там, TeamCity, GitLab CI, да, каким, там, на каких языках написано, да, Java, Go, Python, Ruby, не знаю, PHP, то есть какой языковой стэк, да, там, C-sharp, мы знаем, что одни инструменты отлично работают, там, с шарпами и очень плохо работают, там, с модными JavaScript фреймворками, другой инструмент, наоборот, отлично работает, там, с модными JS фреймворками и с, там, с Java, да, но плохо работает с плюсами, то есть у каждого есть своих плюсы и минусы, да, то есть изначально нужно составить такой некий roadmap из требований к продукту, скажем так, не roadmap, да, требований к продукту, которые составлены на основе именно тех требований, которые, именно тех инструментов, которые применяются в разработке, да, то есть если мы используем, там, Jenkins, пишем в основном на Java и, там, Play.js, пакуем все в докеры, юзаем Nexus в качестве основного репозитория и дальше, там, не знаю, провайдим все дефекты, найденные, там, в Jira, да, то, соответственно, все инструменты, которые будут участвовать в нашем процессе, да, ну, там, в качестве SAST, да, возьмем так понравившийся всем SAST, на котором там свет к линам сошелся, соответственно, он должен иметь интеграцию с Jenkins, интеграцию с Jira, он должен уметь, там, если определенный класс инструментов, да, анализировать докер-образы, он должен уметь работать хорошо с Java, с JS, и, соответственно, как бы интегрироваться со всем, чем только можно интегрироваться, если вы используете в Confluence, там, не знаю, можно, ну, он должен иметь, как бы, адекватный, адекватный API, вставляется, как бы, требование к продукту, дальше идет, дальше уже проводятся все эти пилоты и прочее, и уже понятно, то есть, на основе чего инструменты сравнивать, да, то есть, не на абстрактном, этот нашел 100 уязвимостей, а этот нашел 200 уязвимостей, значит, тот, что нашел 200, он лучше, да, уже, как бы, на основе качественных показателей можно понять, что вот этот инструмент нам подходит больше, окей, купили инструмент, как его внедрять, да, то есть, какие могут быть варианты для того, чтобы правильно заимплементить SAST в процессе разработки, на самом деле, подходов может быть много, сколько процессов, столько и подходов, один из неплохих, я, наверное, расскажу про несколько, в которых нам довелось поучаствовать и помочь ребятам, заимплементить, первое, это, когда у нас SAST шел в параллель с основной сборкой, да, то есть, у нас, то есть, два пайплайна, по сути, было таких, ну, условно говоря, да, то есть, у тебя из пайплайна разработки дергалась задача по вызову инструментов SAST, да, но она просто шла в параллели, то есть, условно говоря, мы не дожидались, не дожидались окончания SAST, выкатывались дальше на тестирование, и, в принципе, это правильно для тестового контура, да, ну, там, для тестового SAST. Ну, в общем, как бы, да, логично, код рабочий, его отдали в тестирование, а то, что там нашлись какие-то ошибки по безопасности, это, наоборот, они как бы асинхронно могут быть зарепорчены и исправлены в дальнейшем, в общем. Да, то есть, условно говоря, наличие дефектов по безопасности, да, не является шоу-стопером для того, чтобы приложение дальше тестировалось. А так как, если там приложение какой-нибудь Legacy старое, да, там много кода, то он сканировать он может достаточно прилично, по времени имеется в виду, то есть, там, пять-шесть часов, да, естественно, никто не будет ждать, пока pipeline, там, шесть часов будет крутиться со статикой. Сборка-то все же может быть инкрементная, да, инкрементальная, поэтому она может достаточно быстро выполняться, а если у тебя там действительно надо проанализировать все, то статический анализ просто там и прочее может там занять много всего, много времени. Да. Ну, кстати, наличие возможности инкрементального сканирования, да, это еще один очень хороший пунктик в копилку выбора правильного саста. То есть, далеко не все инструменты поддерживают возможность инкрементального скана. Ну, для большого проекта это, наверное, даже может быть таким уже серьезным, иметь большое значение, потому что если там действительно большая кодовая база, то на каждой чих несколько часов все прогонять ради изменения в двух-трех, не знаю, десяти файлах, да, это, конечно... Ну, да, это грустно. Грустно. Так, хорошо, идем дальше. Очень грустно. Вот. То есть, ну, первая возможность вторая возможность ребята у нас из одной организации, мы им помогали, они делали проверку безопасности на каждый мерш реквест в develop-ветку. То есть, разработчик отбранчовывается, фич-бранч разрабатывает, стабилизирует, мы его там никак не контролируем, и при его мерш реквесте в ветку develop, да, то есть, в разработческую ветку относительно стабильную, прогоняется эта ветка с астом, параллельно с ручным код-ревью, который проходит, и выставляет соответствующий статус, то есть, accepted, not accepted. и в разработчика сразу провайдится как бы там посредством e-mail или слайка, или там телеграма, ну, понятно, каким-нибудь образом. Да, notification, ссылка, собственно, на инструмент, да, и то, что там нужно исправить, условно говоря, чтобы пройти этот мерш реквест, то есть, он как бы правит баги, обычно это там при возникновении там только critical high, да, critical high правит, обновляет мерш реквест, он, соответственно, еще раз сканется, и дальше уже статус зеленый, все хорошо, все отлично. То есть, по факту, в таком случае сад превращается у нас просто в некий аналог там тех же самых автотестов, которые прогоняются при каждом, условно говоря, коммитере мерш реквесте, да, которые позволяют нам, позволяют или не позволяют нам смержить две ветки. В чем плюс такого подхода? Плюс в том, что у нас не растет технический долг, да, то есть, мы первый раз просканировали с Астом там наше приложение, поняли, что у нас там 100-500 миллионов уязвимостей, мы волевым решением сказали, что, ребята, это вот наш технический долг, как там команда безопасности, да, мы будем его потихонечку разбирать. А пока что вот мы включаем проверку САСТа на мержи-квест, и все будет как бы замечательно, да, мы будем вам сообщать только о новых уязвимостях и только в том коде, который был изменен, да, вот в рамках реализации той или иной фичи в реквесте. Ну, это такой типичный, типичный, да, кейс, когда ты прикручиваешь какой-то новый инструмент, там, неважно, даже там, линтер, будь то какой-нибудь, там, не знаю, статический анализатор, понятное дело, что если у тебя уже проект существующий, то он тебе скорее всего при первом же запуске выдаст, там, не знаю, 100-500 ошибок, варнингов, там, рекомендаций решится остановить полностью разработку, чтобы исправить все баги, все замечания, поэтому и они, условно говоря, вот попадают в технический долг, а дальше все новые, но вот с этого момента все, что новое, вот оно не должно расти, собственно говоря, а старые потихонечку пытаемся починить, ну, там, в процессе за какое-то разумное время. Ну, в идеале, да, то есть, ну, не факт, что тебе там, что тебе нужно все чинить, что тебе показали, да, и там сначала с этим разобраться, обдумать, переспать, да, проанализировать все срабатывания, все там 50-60 процентов ложных срабатываний сканера из коробки, вот, подумать над этим, выбрать те, которые нужно действительно править и занести их, собственно, в бэклог команды разработки, да, чтобы их также приоритизировали и включили в исправление последующие спринты. Еще был очень классный кейс, когда мы интегрировали статику с сонаром, то есть, команда привыкла, то, что у них есть quality gate в сонаре, которые проходят, да, 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 сонар куб, вот, у них был, ну, нормально на него завязан процесс, у них были там quality gate, и сонара дальше это там забиралась статистика и кидалась куда-то на там глобальный дэшборд. Соответственно, после каждого также там мержи квеста, да, все наши данные по статике команды безопасности попадали также в сонар. У нас был quality gate под названием security gate. То есть, все то же самое, все привычное, да, интерфейс сонара, как бы, все сонаровское, только туда инструмент проводил все данные, которые необходимы были, подсвечивалось там все так же. И, соответственно, это все отображалось на глобальном дэшборде, да, и каждый мог увидеть, посмотреть, что вот сейчас на данный момент, да, у нас вот там такое состояние по безопасности на основании данных из сонара, которое проводила, собственно, наша система. Да, то есть, это еще один камешек в то, что нужно использовать те инструменты, которые используются на привычные, уже понятные интерфейсы, все уже привыкли к нему. И тогда это интегрируется на самом деле достаточно просто, то есть, ты сделал так, как тебе удобно, да, так, как удобно разработке, если у них есть какой-нибудь там кибанный ластик, да, можно туда данные плевать, можно плевать в сонар, если он есть, если ничего нет, ну, значит, делать какие-то свои метрики. Окей, там, знайпериментили SAS, да, как бы, нашли какие-то уязвимости, занесли их в Jiro, а что с ними дальше делать, да, вот, с теми уязвимостями, которые там, которые мы занесли, как их приоритизировать, кто их должен устранять, там, в какой срок, я тут придерживаюсь такого мнения, что по факту уязвимости, да, или дефекты IB, как мы их называем тоже, они по факту ничем не отличаются от функциональных дефектов и фич, которые нужно разрабатывать, потому что если у тебя есть какая-нибудь там critical bug функциональная, да, и какой-нибудь там мажор или медиум по безопасности, естественно, ты сначала будешь проявить critical по функциональности, потому что, ну, то, что он важнее, да, у него больше импакт на приложение и больше импакт на пользователей. И обратная ситуация, на мой взгляд, как бы тоже имеет место быть, да, когда у тебя есть какой-нибудь там critical по безопасности и какой-нибудь там средненький по функциональности, ты должен, как бы, ну, согласно приоритету фиксить первым дефект безопасности, то есть, к чему у него все это, то, что дефекты и B, и там функциональные баги, но они после ничем не отличаются, да, они должны быть, да, они должны быть в одном бэклоге и они должны приоритизироваться, как бы, согласно, там, целям, да, не знаю, там, компаний текущего спринта, да, то есть, это все должно быть в одном месте, да, и, как бы, все должны понимать, что не нужно бежать, там, с красным флагом, размахивая им перед лицом у руководства, там, и у разработчиков, ощущать, что у нас, там, дыра в безопасности, там, слава богу, у нас хоть что-то в безопасности, да, 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 поэтому все должно быть ровно и приоритизироваться так же, как и привыкли разрабы, и это на самом деле правильно. Согласен, хорошо, ну, понятно, просто баги по безопасности не стоит выносить в какой-то отдельный, это просто так же их ставим в общую кучу, приоритизируем, расставляем, там, приоритеты, важность, я не знаю, и так далее. Ну да, их можно, в принципе, там как-то помещать, да, чтобы потом сделать красивую статистику, но... Ну, это уже мелочи, да. Это уже частности, да. Ну, идем дальше, это был только первый этап, только статический какой-то анализ, там, самый простой, самый простой, наверное, с точки зрения трудозатрат на внедрение, да, то есть, он минимально требует каких-то там, ну, прикрутили там, не знаю, вся какой-то шажочек, да, и вот оно начало. Тут ничего там писать дополнительного не надо, то есть, по сути, это просто вызов какой-то инструмента, который там проанализировал, выдал тебе, собственно, какие-то свои там рекомендации. Вот. Ну, смотри, как бы, опять-таки, да, каждый шаг вот в этом дальнейшем пайплайне, да, прикручивание каждого шага несет за собой изменения процесса, хоть небольшие, но изменения, да, то, что раньше у нас не было, там, багов и б, да, сейчас они появились. Раньше у нас не было этого шага в CI, теперь он появился, да, что делать с результатами? То есть, нельзя просто сказать, что вот мы там вызвали тулу, она нам что-то просканила, и все. Мы вам что-то завели, да, мы вам что-то скинули, и дальше, как бы, материться нельзя, да, то делайте с ними что хотите, с этими багами, да, нам, как бы, все. То есть, естественно, это изменение процесса, да, то есть, то, что я говорил, как там приоритизировать баги, как их там заводить, куда их заводить, что с ними делать, да, и как их устранять. То есть, это все-таки изменение процесса, нельзя говорить, что мы сейчас, сейчас накупим кучу инструментов, все их поставим, все их, заинтегрируем в ваш процесс, вы будете их все дергать, и все у нас будет хорошо и безопасно, нифига, будет просто, как бы, больше багов непонятных, да, и что с ними будет делать, непонятно. Если они будут устраняться, то как там превратить их дальнейшее появление. То есть, в любом случае, во фразе процесс безопасной разработки ключевое слово это процесс, да, то есть, без процессов мы, как бы, далеко не уедем. Ну, окей, возвращаясь там дальше, да, следующий шажок, который можно сделать, или, в принципе, его можно сделать и перед созданием, это контроль open source библиотек. То есть, то, что у нас используют наши приложения, всякие библиотеки из GitHub, да, из Maven Central и прочих, и прочие замечательные. Пишут их тоже люди, да, люди тоже ошибаются и в них находят в них находят баги. Соответственно, ну, как мы там, в начале проекта подключили какую-то библиотеку, все, она работает. Да, и забыли про то, что уже вышло 10 версий, обновлений. Да, да, она как бы работает, не трогай, все хорошо. А на самом деле в этой библиотеке, да, может быть, какая-то серьезная security дыра, о которой мы, в принципе, ни сном, ни духом. И даже компилятор у нас не ругается, и все у нас хорошо, и все у нас работает. Да, но вот стоит проверить свое приложение на те зависимости, которые она за собой тянет, в том числе на транситивные зависимости, да, то есть, когда она за собой библиотека тянет за собой несколько других. Отличным примером, просто шикарным, была последняя бага. ты про NPM и про этот самый фэйстрим и да, 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 про фэйстрим, которая тянула там четвертый, по-моему, уровень зависимости был, реализовывал там какой-то компонент, это просто шикарная атака, прям, вообще, это мега круто. и потом вот самый главный вопрос, да, окей, вот мы услышали про то, что у нас вот вышло вот в этой библиотеке, обнаружили офигенный бэкдор, там, не знаю, адскую уязвимость, которая импактит там всех. Да, да, что с этим делать? А вот теперь, нет, это вопрос второй. Первый вопрос, а где же у нас используется эта библиотека? Ну, то есть, представьте, понятно, если компания небольшая, продуктов немного, это как бы, ну, еще можно отследить. Теперь представь себе какую-нибудь финансовую организацию, либо какой-нибудь большой IT, да, у которого там 100 микросервисов, да, и там куча веба, и оно еще все распихано там в разных репозиториях, разными командами пилится. Теперь представь бедного безопасника, который пытается понять, а есть такая, ну, а где эта библиотека используется, используется ли вообще у нас? Угу. То есть, вот как-то среди этих 100-500 проектов, если используется, то какая версия? И попала ли туда, и когда она была собрана, и попала ли вот этот там бэкдор, да, с F-Stream'ом туда или нет? и вот начинается беготня по разработке с рассыланием тысячи писем с вопросами «Ребята, используется у нас это или нет?» и вот это все очень на самом деле забавно наблюдать со стороны, но не очень забавно, если это случилось с тобой. И здесь на помощь приходит такая практика, как OSO, Open Source Analysis, то есть проверка и контроль тех библиотек, которые у нас используются. То есть тут как бы я позволю себе прорекламировать одно из решений, потому что, на мой взгляд, оно очень крутое и, к сожалению, о нем очень мало кто знает. Ты же знаешь такую компанию, как Nexus и такой инструмент, как Nexus. Ну, Nexus'ов, да, Nexus'ов много, но ты имеешь в виду, вероятно, который этот самый, как он, репозиторий, там, провайдер, ну, как сказать. Да, да, ну, как бы Nexus, провайдер, как бы, обычно это Nexus OSS, да, вот, да, тот, та компания, которая предоставляет нам хранилище библиотек или хранилище сборов, да, то есть, Nexus, у них есть, мало кто знает, что у них также есть продукт по безопасности, который называется платформа Nexus IQ. Она позволяет, у нее есть две функции, firewall и lifecycle. Nexus firewall предназначен для того, то есть, если у вас есть внутренний репозиторий Nexus, который, в которой, там, для уменьшения количества трафика, да, кэшируются библиотеки, которые вы скачиваете, то есть, он выступает в роли прокси-репозитория, там, для Централа, для Jfrog, там, еще для чего-нибудь. нативно можно подключить, там, условно говоря, в два клика Nexus firewall, который на этапе загрузки библиотеки будет проверять, содержит ли она уязвимости или не содержит уязвимости, и в зависимости от политик, да, то есть, например, там, уязвимости с супер критиклами, там, да, с CVSS, там, 9 или 10, да, не пускать в периметр. Соответственно, эти библиотеки попадут в карантин, и их нельзя будет использовать. Разработчик, соответственно, там, выплюнится сообщение, что, там, данная библиотека сблокирована Nexus firewall, да, вот, посмотрите, типа, туда-то. Переходишь по этой ссылочке, он тебе показывает, условно говоря, там, какую библиотеку нужно скачать, какую версию, вернее, да, чтобы эту уязвимости не было. Это у него встроенная такая штука, то есть, он как-то вот лазит там по всем этом CVE, CVE, да, и умеет понимать, что там, если какие-то критики, то есть, откуда он берет-то из разных баз, я так понимаю, по... Ну, смотря, у них, да, ну, во-первых, как бы из паблик, паблик источников, да, это всякие NPD, CVE-meter, то есть, каждой уязвимости присваивается идентификатор. Угу. Common vulnerability numeration, CVE. они распределены по годам, по номерам, то есть, каждая найденная уязвимость присваивает номер. Они есть во всех публичных базах. Помимо этого, люди, специально обученные люди в компании, да, они ходят там также по репозиториям публичным, да, смотрят баги, которые в них заведены, например, смотрят то, что эти баги имеют отношение к security и дополняют свою базу. Ну, либо там есть еще всякие закрытые площадки, но об этом как бы мы не знаем, да, и плюс они проводят там тот же самый, ту же самую там практику какого-то там статического динамического анализа, да, на этих паблик репозиториях. Если есть какая-то уязвимость, они ее заносят к себе в базу и потом репортят, соответственно, в сторону уже разработчиков этой библиотеки. То есть, это такая смесь паблика, да, и смесь каких-то частных инвестиций, да, в этот бизнес. То есть, Access Firewall делает очень просто, да, то есть, он фильтрует уязвимые компоненты на этапе их попадания в контур организации. Ну, хорошо, да, это первый этап, когда, мысли один из вариантов, когда ты вот только-только решил заюзать какую-то новую либу, и вот ты ее попытался, он сказал, чувак, не, нельзя, в ней вот прямо сейчас вот здесь есть какая-то, значит, vulnerability, ну, какая-то там дыра, и вот, значит, нельзя, ну, либо там поставь другую, это первый случай. Второй случай, когда ты, ну, поставил, потому что сейчас все хорошо, а вот потом там что-то появилось, да. Вот, смотри, тут есть две классные фичи, которые, на которых вы допустите, первая фича, помимо Firewall, да, это Lifecycle, который позволяет себе осмотреть собранные дистрибутивы, да, то есть, он смотрит наличие в них библиотек, то есть, ну, либо в исходном коде, да, если мы там говорим про какой-нибудь там C Sharp, дарельки, да, либо, возможно, там, в собранном дистрибутиве, если говорить там про Java, всякие варники, ярники, джарники, да, он смотрит, какие библиотеки используются вот в сборке, да, либо он там смотрит на Docker образ по слоям, да, смотрит, какие вот именно вот в этой сборке используются версии компоненты, говорить тебе, что вот, ты используешь там 250 компонент каких-то опенсорсных, вот у тебя там такие-то в них уязвимости, так ты, в таких-то версиях их зафиксили, да, поправь, и дальше ты там принимаешь решение, будешь ты их фиксить или не будешь, то есть, ну, это тоже стандартный, на самом деле, процесс, то есть, есть бесплатные утилиты, которые делают примерно то же самое, типа, на базу dependency checker, но он смотрит чисто просто по публичным базам, и у него достаточно высокий false positive rate. Это вот первая фишка, когда ты там на этапе компиляции, либо на этапе того, как ты выкладываешь этот дистрибутив в, там, в хранилище, да, к себе там в какую-то группу, ты также проверяешь его на наличие open source, багов в open source. И вот третья фишка, которая мне нравится больше всего, когда у тебя билд попадает на прот, да, ты вот в финальном пайплайне ставишь пометочку там в Nexus то, что это прот, он запоминает те библиотеки, которые использовались у тебя вот в данный момент времени, ну, для сборки конкретно вот этого, так сказать, конкретно вот этого версии, которая у тебя стоит, в итоге встает на прот, и мониторят появление уязвимостей вот в этих версиях библиотек, да, то есть это нас защищает от такой абстрактной ситуации, когда мы там, словно говоря, закончили разработку, да, какой-то достаточно там атомарный микросервис, он у нас крутится, крутится, мы его больше не собираем, да, потому что там все прекрасно работает, то есть мы не можем отследить наличие новых уязвимостей на этапе сборки или на этапе там попадания в контур, да, вот как там понять, что вышла какая-то новая уязвимость, ну да, это очень круто, и как мы можем понять вообще в принципе там, что у нас что-то юзается, да, Nexus как бы запоминает вот эти версии библиотек используемых, мониторит их, и в случае появления уязвимостей, да, репортят ответственному лицу, то есть, ну там, e-mail, условно говоря, security champion или e-mail security admin. Это, кстати, крутая фича, потому что у меня был такой вопрос, что, да, как мониторить, когда ты там особенно активно не развиваешь, и вроде, ну, просто так заходить там каждый день читать там сводки, невозможно держать все это в голове, да, а тут, значит, клево, клево, хорошая штука. Это реально прикольная штука, да, вот именно с мониторингом я, по крайней мере, пока я ее больше не встречал, то есть, это прям реально для меня было открытием, во-первых, что Nexus в принципе делает что-то связанное с безопасностью, вот, и второе, что это, блин, настолько зрелый продукт, прям реально очень круто. Классно, но он тоже, соответственно, встраивается также наше привычное CI pipeline, и, соответственно, в общем, позволяет это делать. Да, он, причем, встраивается еще проще, если у тебя Nexus. Ну, понятно, да. там вообще все удобно. Вот, окей, SAST, Open Source Analysis, требования разобрались, окей, что делать дальше? Да, у нас приложение двигается дальше, оно передается там на этап тестирования, автоматического тестирования, нагрузочного тестирования, да, и ручного. Ну, там интеграционные какие-то тесты могут быть, вот тоже интересный вопрос, где какие-то взаимодействия с внешними сервисами и между собой, опять же, потому что у тебя может не быть какой-то там, может быть, ну, еще, кстати, интересный вопрос, если, допустим, ты не нашел никаких там ошибок в плане, не знаю, XSS, и там, не знаю, SQL-инъекций, да, у себя, но вот именно может ли все равно что-то вспыть на интеграционных тестах, вот, на этапе каких-то именно межсервисных взаимодействий, какие-то ошибки по безопасности какого-то другого рода? Да, элементарно вообще, конечно. Ну, во-первых, не все уязвимости можно покрыть састом, да, хоть очень многие, но далеко не все, ну, и плюс, если у тебя одно приложение, да, ты можешь себе, ну, одно, два, то есть, ну, небольшое количество, ты можешь себе позволить потратить время, ну, достаточно большое количество времени на то, чтобы донастроить саст именно на свое приложение. И сделать это, в принципе, в достаточно быстрые строки, потому что тебе, условно говоря, не нужно там, отвлекаться на интеграцию в другие проекты, да, то есть, ты взял коробку, саста опенсорса и начинаешь ее тюнить, отключать правила, которые тебе не нужны, дописывать свои кастом rules под твое приложение, да, то есть, помечаешь там, где input, да, где user input, где не user input, чтобы он давал прям офигенные результаты. Но чаще всего случается так, что ты сначала как бы под гребенку забираешь максимальное количество вещей, максимальное количество проектов и еще чего-то, и потом потихонечку, то есть, включаешь процесс, все хорошо, и потом потихонечку во время разбора дефектов начинаешь уже подтюнивать под себя инструмент. Но это процесс небыстрый. Ну да, логично. Поэтому из коробки SAST находит не все, да, и тут нам может прийти на помощь две замечательные вещи. Ну, во-первых, это Dust, да, это некий динамический анализ, который проходит после того, после этапа автоматического тестирования, то есть, когда мы удостоверились, что да, приложение встало нормально, да, то, что там нет каких-то там серьезных ошибок, оно адекватно отвечает и адекватно интегрируется с сервисами, то есть, там, не на заглушках, да, уже на каких-то реальных данных прошли у нас там всякие смоук-тесты, тогда мы можем запускать тестирование на А и Б, да, в плане DUST, то есть, динамик Application Security Testing. Это из себя представляет примерно следующее, для тех, кто там не знает, не в курсе, да, это имитация действий пользователя для работы с системой, то есть, это логин, отправка, условно говоря, это отправка запросов, да, либо жмакание там, кнопчик в интерфейсе, ну, это что-то, не знаю, какой-нибудь там бурб, и попыток вставить, да, и попыток вставить во все поля кавычки, ну, условно говоря. Ну, это какой-нибудь там бурб сьют, не знаю, вот что-то из этой серии, да, какие-то такие штуки. да, да, всякие там бурб, всякие веб-инспекты, оконетиксы, преусловутые и прочее, прочее, то есть, ну, это тоже, на самом деле, достаточно распространенная вещь, да, она, как бы, тоже достаточно неплохо автоматизируется на большинстве приложений, да, и покрывает, покрывает рутину, да, условно говоря, то есть, все, протыкивает все формочки, посылает разные пейлоды в эти формочки, да, и, соответственно, позволяет покрыть достаточно большой объем приложения, как раз там, то, чего не покрылось састом, но существенный недостаток, да, вот этого даста в том, что он не покрывает бизнес-логику приложения, то есть, мы не можем адекватно отследить аутентификацию пользователя, да, то есть, авторизацию, да, окей, там, что логин-логаут работает, и что неавторизованному пользователю недоступно то, что доступно авторизованному, окей, в данном случае там все понятно, если мы хотим проверить, например, что у нас пользователю 1 недоступны данные пользователя 2, да, то есть, с помощью даста из коробки это особо сильно не сделаешь, или, например, да, возвращаясь к требованиям и к проверке требований, то, что, ну, к примеру, да, очень часто в требованиях по ebay присутствует такая вещь, что администратор системы, то есть, пользователь с правами администратора не имеет доступа в пользовательскую часть системы, то есть, если это админ, ты не можешь выполнять действия пользователя, да, то есть, по факту, если ты можешь настроить действия, там, срок действия пароля и там ограничения по кредиту можешь настраивать, да, то ты из-под этой же учетки не можешь зайти в клиентскую часть и выполнить там какие-то операции, что это там стандартное требование, да, разграничение зоны ответственности, да, разграничение ответственности, или ты, например, что там если взять какие-нибудь банковское приложение, да, то, что ты не можешь из-под пользователя А прочитать там банковскую выписку пользователя Б, вот это как раз можно решить достаточно интересной вещью, которую мы в свое время обозвали BAST, такой бизнес application security testing, то есть по факту все то, что я описал, да, это можно сделать в рамках автотестирования, в рамках автотестов, то есть я уверен, что в большинстве компаний уже эти автотесты заимплеменчены на каком-то фреймворке, да, там это может быть и тестирование веб-опи, да, на каком-нибудь там, не знаю, самописном фреймворке, либо там на SOAP UI, либо еще каким-нибудь образом там с посманом, это может быть тестирование UI с помощью да, даже с Selenium там теоретически, да, да, нет, ну как бы почему бы нет, то есть широко используется, да, с точки зрения там с помощью Selenium, да, и вот все вот эти тесты, их можно также описать в виде скриптов, да, и также проверять ваше приложение, и это тянет за собой как раз таки проверку выставленных требований, да, на этапе там проектирования, то есть мы проверяем то, там, те требования, которые мы выставили, делаем это автоматически, соответственно, как бы у нас тут нету также там участия человека, да, ну только для написания тестов, поддержания их в каком-то актуальном состоянии, как и в принципе там, без истории тестов, да, и это просто и понятно, да, то есть разработчику просто и понятно, что от него требуется, потому что вот у него есть тест, который показывает либо фейл, либо сексесс, условно говоря. Ну логично, да. Окей, здесь мы покрыли еще ряд, там, закрыли еще ряд требований, да, но остаются у нас те, которые мы не можем автоматизировать, по тем или иным причинам, и то, что не покрывается там, састом и дастом, условно говоря, да, как там проверить остальное. Но все-таки мы не можем уйти там до конца, да, в большинстве случаев от ручного тестирования, все-таки, так почему бы нам не научить наших тестировщиков прогонять, делать какие-то тесты по информационной безопасности, да, потому что тот же самый там тест на настройку сложности пароля, да, то есть тоже классическое требование, то, что в приложении должна быть возможность настройки сложности пароля, да, то есть, условно говоря, мы не хардкодим то, что у нас там 8 цифр, 2 буквы, 3 специальных знака, а делаем в админке возможность настройки этого параметра, да, то есть это может быть, это может быть трудозатратно с точки зрения написания автотеста, да, то, что там, не знаю, по какой-то неведомой причине это может быть сложно, но мы можем это легко описать в виде там простого тест-кейса, да, в той же самой джире, либо там в тест-рейле в x-ray, что там используют тестировщики, да, то есть мы условно говоря просто добавляем очередной еще один тест-кейс на регресс для ручного тестирования, все, да, соответственно, мы как безопасники свою задачу выполнили, да, то есть у нас требования, например, там на SQL-инъекцию, они покрываются SUST-ом и DUST-ом, да, какие-то вещи там на конфигурационных файлах, там еще какие-то штуки, мы покрываем термосом SUST-ом и DUST-ом, да, всякую бизнес-логику, аутентификацию и прочее мы можем проверить с помощью автотестов, и то, что мы не можем автоматизировать, мы обучаем тестировщиков, да, мы передаем в формате тест-кейса, передаем ручным тестировщикам, то есть мы как безопасность везде выиграли, потому что мы все проверили, максимально плотно и максимально удобно для нас, да, соответственно, разработчики видят это все в том виде, в котором они привыкли, то есть либо какой-то репорт от ручных тестеров, да, либо репорт от автотестов, либо циферки на табло, да, то есть все в принципе в выигрыше, и самое главное, что вот, ну, при таком подходе, да, когда мы пытаемся интегрироваться в то, что уже есть, да, в существующий процесс, плюс в том, что разработка привыкла работать с этими экшн-айтомами, которые у них есть, да, и у них просто добавляется там, ну, маленький шильдик security, который по большому счету особо на что не влияет. Тут главное больше поменять майнсет разработки, да, то, что безопасность, она как бы с человеческим лицом, да, и она старается также сделать продукт лучше, только там тестировщики делают его лучше с точки зрения там функционально, функционально каких-то проблем, да, разработчики делают там, развивают новые фичи, безопасность, смотрит на это немножко с иной точки зрения и старается сделать продукт более безопасным, как бы это не звучало, как масляное. Ну, да. Ну, в принципе, все, да. Главное, в общем, такой позыв и требование, чтобы максимально, максимально, скажем так, не наоборот, минимально менять привычные подходы и процессы именно разработки, не выкручивать руки, а просто аккуратненько, гармонично вписываться в существующее. Да, но мы стараемся не как бы не выкручивать руки, а наоборот помогать разработке, да, потому что помогая разработчикам, да, мы помогаем себе, как показывает практика, да, по статистике на 10 девчонок 9 ребят, да, у нас все похуже, по статистике там, да, на 100 разработчиков может быть, там, пару безопасников, и это как бы вполне реальная статистика, то есть специалистов по безопасности намного меньше в компаниях, чем разработчиков, но это логично. И тут еще один такой, вот, после того, как мы все это внедрили, да, даже не после того, а прям с самого первого дня параллельно должна идти некоторая аварность программа, которую я упомянул в начале, которая должна помогать разработчикам, ну, и, в принципе, всем в компании, там, и архитекторам, и тестерам, всем. Ну, всем участвующим в разработке продукта. Всем заинтересованным лицам, и бизнесу в том числе, которая должна помогать им понимать, что же такое, в принципе, вообще безопасность, да, как ее правильно делать, и то, что это на самом деле не скучная и унылая вставка, кавычки, во все поля, да, что это, как бы, достаточно интересный и, там, вполне себе увлекательный процесс, да, то есть, то есть, в аварийность программы могут входить всякие различные тренинги, да, по безопасности, при этом, для команд-мобильщиков прийти и прочитать несколько тренингов про то, как правильно писать код, да, условно говоря, там, на мобилах, на что обращать внимание именно с точки зрения безопасности, да, то есть, там, как правильно хранить данные, как правильно, там, реализовывать несчастные ЧТПС, там, ХТПС, блин, SSL-пиннинг, слово вылетело с головы, как правильно реализовывать SSL-пиннинг, да, как все это устроено, почему именно так, а не иначе, то есть, ну, какие-то, там, базовые тренинги или продвинутые тренинги, там, несколько циклов, да, для веб-разработчиков, соответственно, то же самое по вебу, там, для джавистов по джаве, и так далее, и так далее, то есть, некие, такие, там, курсы, там, технические, целенаправленные, да, некоторые вступительные awareness курсы, там, для тех, кто только пришел в компанию, что, мол, ребята, у нас есть команда по безопасности, да, они в целом неплохие ребята, мы стараемся придерживаться, там, таких-то принципов, да, вот вам, там, брошюрка на три странички, да, почитать, что мы, в принципе, делаем, да, и как это у нас работает, дальше он вливается, там, в коллектив, да, и потом проходит, там, вместе со всеми, условно говоря, какое-то базовое, более продвинутое обучение, это могут быть, там, не знаю, e-mail рассылки, да, на тему, что, ребята, посмотрите, да, что, там, за последнюю неделю было обнаружено, там, несколько классных багов, да, вот, там, всякие, всякое описание, да, и как можно, как этого можно было избежать, например, это устраивание, то есть, мы устраивали CTF-соревнования между разработчиками, то есть, Capture the Flag, когда тебе дается заранее уязвимое приложение, и ты должен найти, там, как можно больше багов, уязвимостей, и за каждую, за каждый баг тебе дается флаг, за каждый флаг, зависимости от сложности, ты получаешь количество очков, ну, и потом, как бы, там, пятерки лучших разработчиков, которые нашли больше всего уязвимостей, и мы давали какие-то призы. Ну, еще, кстати говоря, есть тема, ты, мне кажется, уже упоминал раньше, Security Champion, вот такая штука, у меня были ребята из Авито, там, Сергей Носков, тоже один из Security Engineer, как раз рассказывал про то, как они внедряют в свои команды, вот, эту, так сказать, ну, не знаю, как сказать, тоже культуру Security Champions, это, по сути, один из членов команды, там, может быть, разработчик, тестировщик, ну, любой человек, который, тем не менее, чуть больше других, скажем так, заинтересован в вопросах безопасности, просто за счет того, что сам он, ему это самому интересно, он это изучает сам, и плюс пушит вот эти свои знания внутри своей конкретной, там, маленькой команды, группы, и так далее. Да, да, практика Security Champions, она, как бы, очень сильно помогает, это такие Security Evangelist, можно сказать. Ну, да, в каком-то смысле. да, которые, там, несут доброе, вечное в команду, то, что, как бы, с точки зрения, даже логики, это, в принципе, нормально, и, ну, это, в принципе, очень правильно, да, потому что разработчик, который знает, как устроен продукт, знает, там, всякие подводные камни, да, разработки своего продукта, там, то, что, ну, у всех есть какие-то вещи, которые мы, а, ладно, там, в следующем релизе сделаем нормально. Ну, да. Сейчас пока там костыльком подопрем, потом нормально этот костыль потом врастает, обрастает другими костылями, вот, и, или не обрастает, его, его действительно фиксит в следующем релизе, но, тем не менее. этот разработчик, который знает всю разработку изнутри, да, знает, что там происходит и в коде, и в процессе, и в команде, да, он сможет намного лучше и быстрее разобраться в, там, возникшей проблеме, нежели чем безопаснее, у которого есть, там, хороший скилл в ВБ, да, но то, как это правильно пофиксить, как это правильно донести команде разработки, да, у него, как бы, это понимание, настолько, насколько это есть у секьюрити-чемпиона, да, у него, в принципе, никогда не будет. Конечно. Вот, ну, и плюс, когда к тебе приходит какой-то чувак с какой-то отдела безопасности, который ты там видишь, видел два раза на тренинге, там, условно говоря, да, и говоришь, что у тебя тут бага, вот, это, как бы, может восприниматься в штыки, потому что, блин, чувак, ты кто такой вообще? Ты даже не читал книжку про чистый код, да, а тут, как бы, а тут, как бы, твой коллега, да, с которым ты каждый день работаешь, который, там, периодически смотрит, который периодически смотрит, там, у тебя на код-ревью, и которого ты, там, периодически код-ревьюешь, он тебе говорит, да, что, вот, есть такая-то проблема, security bug, он возникает, там, потому-то, потому-то, то есть, ну, это, условно говоря, более авторитетное мнение, чем кого-то с стороны. Не-не, безусловно, да, психологически, конечно, как бы, ну, легче согласиться, понять, принять, что, и исправить. вот, ну, и плюс, на самом деле, как бы, те люди, которые прокачиваются, да, в безопасности, то есть, тут мы говорим о том, что безопасник, его задача, да, как бы, прокачивать и прокачать security champion, до того уровня, когда он сам сможет поддерживать, там, все процессы, да, находить уязвимость, и понимать, что и зачем все это, как все это устроено, именно там, в части ИБ, да, возникновение всяких багов и так далее. А разработчик, естественно, прокачивает его немного вот в контексте там, своего приложения, что там, что там, как происходит, архитектура и прочего. Вот, ну, и разработчику, это на самом деле выгодно, да, потому что он расширяет свой кругозор, да, и, как бы, прокачивает, скиллы в плане ИБ, и, соответственно, он будет стоить на рынке, как бы, больше. Не, ну, логично, логично, Это как один из мотиваторов, да, возможных, помимо там, новой области, новых знаний. Согласен. Слушай, ну, этапы все обсудили, но, знаешь, интересно сейчас, наверное, так сказать, больше в завершение выпуска поддискутировать, вот, порассуждать на разные такие какие-то, там, перспективы и прочее, что у нас происходит в IT, и вот, интересно, твое мнение, знаешь, на какой счет, вот, раньше там, ну, когда-то давно, даже если там, мы берем какие-то веб-приложения, ну, что там, все понятно, ты там что-то сам написал, взял каких-то там, не знаю, да, несколько open-source про продуктов, ну, там, библиотек встроил в себя, вот у себя там на одном сервере запустил, и, в принципе, вот оно живет, там, все запросы, все там, не знаю, 257 запросов, которые к тебе приходят в сутки, обрабатывают, и все прекрасно. А вот сейчас-то, что, как бы, происходит, да, вот, мало того, что, ну, и интернет вырос, я имею в виду, с точки зрения аудитории, да, и всего, но и это технологии, которые лежат в основе, там, наших приложений, последних существующих, они тоже очень сильно добавили много лишних, ну, не лишних, может быть, наверное, но дополнительных, скажем так, слоев, да, это всякие там и докеры, контейнеры, это и всякие кубернетисы, которые оркестрация, когда ты уже даже не знаешь, на каком сервере сейчас конкретно крутится, и сколько инстанцев твоего какого-то там микросервиса, и вообще, что с ними происходит. Да, и вот интересно, как ты думаешь, вот насколько вот эти дополнительные, так сказать, слои абстракции, ну, по большому счету, да, можно, наверное, их так обобщить, влияют вот на вопросы безопасности, то есть, они ее усложняют, наоборот, в каком-то смысле облегчают, вот как ты думаешь? Ну, смотри, я думаю, что, естественно, единственного верного и правильного ответа на этот вопрос тебе никто не сможет дать, да, я могу лишь предположить, там, интересно твое мнение, конечно же, да, о своем мнении, потому что, ну, смотри, во-первых, то, что я вижу, да, это то, что в вебе, именно вот в написании там приложений, да, уже там, только ленивый не слышал об эскольной инъекции, и там, в XSS, да, и поэтому, и большинство фрейворков уже изначально закладываются с тем, что вот как бы ты туда данные не пропихнул, они все равно будут там эскепиться, и все будет хорошо, то есть какой-то майндсет, да, в сторону безопасности, он все-таки есть, то есть по крайней мере на какие-то там типовые, классические ошибки и баги, да, и так как особенно сейчас безопасность, как ты сказал, да, очень популярна на слуху, то сейчас уже вот классических ошибок там старинных, да, их совершается там все меньше и меньше, и все сложнее найти ту самую сладкую эскольную инъекцию, которая позволит тебе… Нет, я помню те времена там в начале 2000-х, когда еще, знаешь, когда еще в этих самых, даже в книжках писали, что вот там get, там ID равно 5, и смотрите, мы из базы, значит, там SQL, там SELECT, там from tableware ID равно 5, вот это все, да, 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 это же как бы было-было, вот, да, слава богу, сейчас этого нет, и действительно все всякие-то базовые инструменты, которые ты там используешь, они, как ты верно заметил, вот эти какие-то совсем-совсем такие штуки простые, ну, наверное, простые в каком-то смысле, уже искоренили, но это же все равно остается много всего еще другого, вот, да, к этому я хотел подвести, то есть, ну, я бы не сказал, что его нету, да, но это намного меньше, намного реже встречается, чем раньше, соответственно, с появлением все новых и новых, там, механизмов абстракции, да, с появлением распределенности докеров, и прочего, во-первых, как мне, я надеюсь, да, они уже делались, там, с каким, с каким бы то ни было прицелом на безопасность, да, потому что, как бы, уже вот, они разрабатывались в то время, когда все это было на слуху, и чем все-таки, чем больше разных новых технологий, да, чем больше у тебя возможности сделать что-то по-своему, то есть, да, у тебя может быть и докер, может быть, там, и какие-нибудь там виртуальные машины, все что угодно, да, и злоумышленник изначально не знает, да, что ты используешь, какие у тебя механизмы защиты, что ты используешь для хостинга, там, докеры, VMware, там, кубернетисы, что ты используешь, там, для ротации всего этого дела, да, раньше все было просто, как бы, у тебя либо Apache, либо Nginx, как бы, третьего, там, ну, какие-то выразительные случаи, да, сейчас у тебя может быть, там, огромное количество всего этого дела, с одной стороны, это влечет за собой, может, может, нести за собой ухудшение безопасности, да, потому что, ты можешь больше полагаться на, там, то, что есть из коробки, да, но, с другой стороны, это может, повлиять на безопасность, да, с обратной стороны, это может быть, ну, усложнение процесса, увеличить твою безопасность, да, то есть увеличить безопасность системы, за счет как раз-таки слоев абстракции, да, чтобы, то есть, чтобы, вот, продраться, там, вот, в корень, да, всего, чтобы выйти, там, за пределы, вот этих, там, нескольких песочниц, это нужно как бы, это уже намного сложнее, да, то есть, во-первых, там, балансеры, да, ты там, не знаю, сейчас ты стучишься на один сервак, на котором есть эта уязвимость, да, там, какая-то, в инфраструктуре, да, там, вот, в докере, например, условно говоря, через, там, 10 минут ты делаешь тот же самый запрос, да, и тебя балансят на другой хост, там, можно даже на другую железку, на которой нету такой, этой уязвимости, да, и тебе нужно, ты не знаешь, когда твой запрос попадет на тот хост, в котором есть бага, когда он попадет на тот, в котором нет, то есть, это слишком философский вопрос, увеличивает ли, или умешает, безопасность, да, то, что приходят какие-то новые технологии. Ну да, слушай, опять-таки, опять-таки, тут главное, как их использовать? С умом, да, или, там, с умом и с перекидкой на безопасность, да, с оглядкой на безопасность, или просто, как бы, или просто с конфиг со стек оверфлоу и погнали. Слушай, ну тут еще один момент, интересно, что вот, когда ты завязываешься на различные такие инструменты, ну не знаю, там на тот же самый ход, там, докер, кубернетис, и когда находят какой-то баг, вот в этих, внешних, скажем так, по сравнению к твоему коду, да, каких-то инструментах, сервисах, библиотеках, как тут быть, потому что, например, ну, скорее всего, наверное, там, если это там баг в каком-то докере, то он будет довольно быстро и оперативно поправлен, потому что, ну, все-таки довольно популярный инструмент, да, вот, то есть, наверное, все же не так страшно, да, вот, что могут быть баги именно с точки зрения безопасности в тех инструментах, которые ты используешь, либо же это же все же тоже достаточно существенной, может быть, проблемой. Ну, мне кажется, это может быть очень существенной проблемой, потому что, опять-таки, да, это может быть проблема в инвентаризации, да, то есть, какие версии, какую версию докера ты используешь для своих сервисов здесь, там, сям, какую версию кубера ты используешь, да, там, на одном, там, стоять, на другом стоять, на третьем, там, контуре, да, если они вообще там разделены, могут быть физически, там, типа, внутренний, внешний домен, ну, условно говоря, это может быть проблема со скоростью обновления, да, то есть, тебе твой процесс в организации не может позволить быстро обновиться. Да, да, я вот про обновление тоже, знаешь, какая такая мысль возникла, что, смотри, ты, например, идешь одну там версию, там, не знаю, там, докера или кубернатор, кубернатор А, но уже вышел там кубернатор с B, C, D, и вот нашли багу, который относится к A, B, C, а ты не можешь быстро обновиться на D, потому что там какие-то неизменения, или у тебя еще не супер такой прям вот отполированный процесс деплоя, да, когда ты прям одной кнопкой вот так все обновляешь, то есть, вот такие моменты, вот. А если еще у тебя нет обратной совместимости, тебе нужно провести полный регресс того, что у тебя реально как бы все это будет запускаться и работать так, как должно, да, это тоже такой хороший вопрос. и третий момент, это тебе нужно все-таки узнать об этой уязвимости как-то. Ну, да, да. В общем, все непросто, все непросто в этом мире, да, а если еще вспомнить про такие штуки, как какой-нибудь там Meltdown, да, который на уровне хардвара, и там в принципе как бы подвержено в принципе все, не важно откуда, чего и как, становится совсем весело. Ну, да. Ну, я бы, кстати, хотел еще чуть-чуть дополнить, поставить точку, да, в процессе. А, ну, давай, да, если что-то мы вдруг не закончили, конечно. Да, я говорил про то, что там мы метрики, да, сыпем там в табло к разработке, да, там во всякие эластики и прочее, но очень хорошая практика является получение данных, да, со всех своих инструментов, там, со всеми безопасности, со всех этих анализаторов, да, с, там, дастов, састов, с процентов выполнения тестов, с процентов, там, не знаю, или количества выполненных, невыполненных требований, дефектов из джира, закрываются, не закрываются. Короче, собирать максимальное количество данных со всех возможных источников, со всех возможных систем, аккумулировать их в какой-то системе и строить различные метрики, да, для того, чтобы понимать, хорошо ли и правильно ли работает процесс, да, и если он работает неправильно, или если он работает, там, где-то как-то криво, это можно, то есть, ну, будет посмотреть на графике, условно говоря, да, там, на каких-то метриках, и где-то его подправить, да, то есть, например, мы видим, что мы завели 200 багов в джиру, а, там, год назад, а поправили, из них всего 10, да, значит, какой-то, там, немного неправильный процесс с точки зрения, там, приоритизации этих уязвимостей, да, дефектов, или, там, донесения до команд. Если мы видим, что, вот, у нас два приложения, да, там, отлично все находится дастом, да, а в другом уязвимости мы находим только састом, там, и опенсорсом. Это, значит, там, повод задуматься о том, что, вот, в первом приложении надо бы подкрутить саст побольше, а во втором задуматься, да, как бы, почему у нас там не находит даст. То есть, не просто собирать данные, да, и, как бы, как кащей над златом чахнет, да, как бы, собирать их, в кубышечку, и смотреть на них, любуясь графиками, а улучшать процесс, да, смотреть и корректировать его, исходя из того, какие показатели, да, там, для каждой практики существуют. мы поговорили только о ряде, о н-ном количестве практик, да, их, по-моему, штук шесть или семь. Есть такая замечательная вещь, называется, B-SIM, Build Security and Maturity Model. то есть, по факту, уровень зрелости процессов Application Security. это фреймворк, на базе которого можно построить, попробовать построить roadmap развития процесса безопасной разработки в вашей компании. он предоставляет три уровня зрелости, да, разбивает все возможные практики, которые только можно, на четыре домена, 12 направлений и 112 активностей. Естественно, как бы все их имплементить, наверное, смысла нет, да, то есть, можно посмотреть, что применимо к вам и что вам нужно реально, и, там, после этого составить какой-то roadmap и следовать ему. Да, то есть, сейчас вышла уже девятая версия этого B-SIM-а. Интересно, я вот ни разу не слышал, да, что надо будет посмотреть. Ну, это общий мировой, ну, один из общий мировых там, стандартов фреймворков в построении процесса SSD. Ясно, круто, круто. Так, вот, все. Неплохо бы, конечно, иметь какую-то систему, которая могла бы позволить всем этим делом управлять, собирать метрики, да, и, там, подключать инструменты. То есть, некий такой оркестратор большой, который под одним зонтиком содержал бы в себе все необходимые вещи. Ну, это, мне кажется, больше обычно все равно у крупных компаний есть какие-то свои бизнес-би витрины, какие-то аналитики, которые уже пользуются каким-то привычным инструментом, и, в принципе, мне кажется, вполне логично на его же основе, на его базе построить те же самые, собирать и анализировать метрики по безопасности. Безусловно, конечно, то есть, собирать и анализировать метрики, как бы, построить графики в BI, да, конечно, само собой, но для начала тебе надо сначала собрать их, а у тебя инструмент SAST-1, инструмент DAS-3, инструмент Open Source-3, потом как-то эти данные там, Jira, Defect Tracker, да, какую-нибудь еще что-нибудь там, четвертое, все это надо скоррелировать между, например, какие-нибудь отчеты о внешних пентестах, да, которые там превращаются в Jira, это третье, там еще какие-нибудь типа security-инциденты с промо или срабатывание Web Application Firewall, это еще там парочка, вот тебе все это нужно собрать, саккумулировать и потом пихнуть в BI, чтобы построить эти графики. Да, много всего, короче говоря, нелегко security-инженерам приходится. Тут, наверное, все же и команда, если мы там все дружно радеем за продукты в еды в одной лодке, то, наверное, тут какое-то взаимное взаимодействие должно прослеживаться, то есть, понятно, что один security-инженер, тем более, действительно, на несколько десятков, если не сотню, разработчиков, и если только он будет заниматься всеми этими штуками, то это, наверное, невыполнимая задача, то есть, тут все же должна быть какая-то интеграция именно такая взаимозаменяющая, взаимодополняющая с разработчиками, со всеми, скажем так, участниками продукта, проекта, процесса. коллаборация. Ну, а мы, как компания, можем в этом помочь. Да, это точно. Слушай, мне кажется... просто как бы грех себя не прорекламировать. Ну, согласен. Потому что мы как раз в том числе, помимо консалтинга, делаем такой замечательный инструмент, который позволяет все, что я сегодня рассказывал, делать. Ясно. Ладно, кому надо, обращайтесь, обращайтесь к Юре, он вам все расскажет. Слушай, ну, мне кажется, хороший такой сегодня обзор получился всех вещей. Я даже для себя узнал много всяких новых слов, терминов и подходов, потому что я как бы небезопасник, больше, наверное, к разработке ближе. Поэтому было интересно. Друзья, надеюсь, вам тоже было интересно и вы тоже почерпнули для себя что-то новенькое, интересное. Не постесняйтесь, не пожалейте минутки, напишите об этом в комментариях. Я думаю, нам с Юрой точно будет приятно об этом узнать. Вот. Ну, если будут какие-то вопросы, я всегда готов ответить. Всегда открыт к общению. Скоро праздники, Новый год. Всех наступающим, кстати. Да, да, согласен. Если будут вопросы, пишите тоже, мы как бы обязательно на них ответим. Да, всех наступающим и спасибо, что были с нами. До новых встреч. Пока-пока. Всем пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok